мерседес сейчас у меня получит по полной программе потому что ну что это такое господи почему они делают такие унылые мерседесу морды теперь а почему он как будто бы просит чтобы мы сделали все хорошо дизайнеры не могут ведь по отдельности все элементы достаточно крутые но почему это все в единой картине получается как это грусть печаль мировая вот офигенно сделанная решетка посмотрите посмотрите какая она клёвая она действительно клёвая здорово она крутая знак мерседеса вы увидите за три километра потому что он гигантский просто вот кулак друзья вот это кулак это знак мерседеса понимаете вот 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 это просто просто гигантиссимо как я понимаю там радары все дела даже какие-то линии а так видимо подогрев чтобы зимой с него снег сливал то есть знак мерседеса с подогревом даже там радары нельзя чтобы он облипал весь в грязище то есть что-то будет стекать но друзья мои но это же капец это же просто уныние почему mercedes такой почему но это если вы думаете что он только спереди такой пойдемте покажу вам заднюю часть вы просто офигеете знаете почему тоже совсем недавно у нас на втором канале вышел обзор как gs3 которые кстати говоря тут рядышком стоят проблема в том что этот маленький кроссовер они показали уже два года если не больше назад и там вот точно такие же вот точно так же сделаны эти финтифлюшки в задних фонарях да у них у всех сейчас вот такие дурацкие задние фонари ну блин это ну это как вот это просто разрыв шаблона на самом деле поэтому кстати вот это поднимаешь и у вас остается смотрите немножко porsche я понимаю что все остальное здесь оно такое же как всегда было glg узнается по форме то есть ну действительно это тот тот же самый мерс которому мы привыкли но блин неужели вы захотите такой себе купить вот в чем вопрос теперь посмотрим на интерьер вот здесь действительно шок потому что но другой уровень на самом деле вот эти естественно единственная сопла они как бы вызывают некоторые вопросы воздуховоды до четыре штуки прямо под вот таким дисплей чем дисплей понятное дело мы видели еще и на из классе и на их классе то есть и сюда теперь он уже пришел к напуленции чисто мерседесовские вот какая-то центральная констоль центральный тоннель оформили совсем по-другому здесь touchpad панель и джойстик на вот еще один экземпляр которому никто не спешит и вот здесь более классическом и для мерседеса в постоянном стиле в серебристый glg 300 d4 мать в формате как вы понимаете блин но этот вот здесь вот он уже выглядит более таким приземленным я если честно хочу так сказать да может быть его дизайн может казаться таким радикальным но вы к нему привыкнете буквально вот уже через годик и он будет для вас казаться таким же глик каким он был как будто бы и всегда но с единственным отличием это семиместность обратите внимание у него есть третий ряд как на котором не так и много места прямо скажем но при этом есть зарядочки юсби все предусмотрено чтобы ваши дети здесь тоже не скучали какая кожа только посмотрите это какая-то черт побери лютая мощь здесь вот даже кожа итог мягче и лучше как-то выглядеть это просто кожа бронтозавра просто посмотри с электроприводом спиночки откидываются такие ставки брутальные вот это хорошо что я сюда пришел вы посмотрите эту кожу как будто бы не сносить веками именно в тех зонах где часто протирается до часто садишься выходишь обалдеть mercedes это вот это круто вот это чувствуется что да это нас не тебе все откроет все поднимет ты на третий ряд залезешь через полчаса примерно правда но зато премиально залезешь черт побери а есть еще управление вон из багажника к напуленции а нет держать надо что обратно держи называется как же так я не хочу держать я хочу чтобы сама пожалуйста спинка вы ну вот такая кожище охренеть это просто вы посмотрите брезент фактически это брезент нет просто вот надо нажать было и подержать или нет вот складывает еще умеет обалдеть как это какой-то надо разобраться функционалом называется у вас будет ровный пол задние третий ряд уже складываются ручками ручка блин ну вот здесь я думаю следует нам посидеть тоже посмотреть на этот gl-e потому что счет он на меня производит сейчас гораздо больше впечатления чем тот в которой стоит белый вот это всегда я смотрю на эти простые сидушки думать что где-где у mercedes же все на дверь мы с вами в интерьере gl и и здесь я ощущаю гораздо больший прорыв во всем чем в якуце в их супер навороченном супер электро кроссовере нового поколения который казалось бы должен вообще уйти на следующую на другую планету фактически по дизайну под по подходу но нет этот подход я вижу именно в gl-e и это круто потому что это по сути дела флагман это никакой не джойстик ничего просто подставка под вашу руку чтобы вы вот так вот сидели ваша рука лежала здесь у нас пневмо подвеска это круто потому что это пневмо умеет кое-что экстраординарное то есть мерс он все равно останется мерсом и все равно будут брать то что он дает вам то чего нет ни у кого на рынке у него система пневмо подвески может выпрыгивать из сложных препятствий когда уже ситуация совсем критичная вот это самое интересное настолько мне уже хочется это протестировать где-нибудь его засадить чтобы он выпрыгнул вы представляете машина может высвободиться сама даже из самой глубокой задницы в которую ее может загнать водитель здесь еще больше у нас дисплей хороший в принципе да отлично здесь у нас есть регулировка подсветки и у нас есть что самое главное сенсорный дисплей который работает быстро круто наконец вот эта вся фигня по сути не нужно она всегда была какой-то такой которая блин вызывает больше нареканий чем радости от управления о да о да блин вот вот кто делает круто посмотрите это и дерево и блин никаких зазоров и это работает так как как будто бы это вот реально хлебница такая вы закрыли причем монолит офигенно то есть все круто вот вот мерседесе отделка сейчас конечно уровень уровень бог я надеюсь что еще вот это вот кожа будет не протираться она выглядит прям такой мощный крутой в принципе все здесь выглядит и и технологии и какие-то какая-то вот такая просто так каков каких-то решений вот эти воздуховоды они конечно спорные спорные достаточно сильно про строчку посмотреть какими нить толщина этих нити вы просто офигеете кнопка естественно руль то есть даже рычажки по сути сейчас вот которые у нас здесь есть они как с какими-то какими-то добавками нестандартными ну как как-то ты чувствуешь что все совершила шаг вперед то есть не они не оставили тоже к чему вы так давно привыкли может быть вот эти кнопки вам только намекнут на то как это было раньше но сейчас по сути в мерседесе вот где вот вот тут я ощущаю что немножко но вперед движение есть хватит уже этих традиций уже конкуренты ускакивают вперед их надо догонять вот гли друзья мои это точно сможет это вот называется не смотри снаружи смотри внутри класс просто фантастика здесь просто получаешь удовольствие самое настоящее это машина на мерседес не нужно смотреть на мерседесе нужно ездить